Всем привет! Сегодня у меня обзор, не побоюсь этих слов, просто лучший бюджетный робот-пылесос. В этом видео я не буду сильно распинаться про то, какая у пылесоса мощность, сколько квадратных метров он охватывает и тому подобное. Эту информацию можно найти в описании товара в любом интернет-магазине. Если у вас еще нет робота-пылесоса, но вы хотели бы его приобрести, то для вас самое главное это то, сможет ли робот-пылесос в принципе нормально работать в вашей квартире. Это очень важно. Потому что есть несколько вещей, из-за которых покупка робота-пылесоса для некоторых людей может оказаться попросту бесполезной. Поэтому я хочу сделать на этом главный оцен и собственно рассказать о своем пользовательском опыте. Я буду обозревать робот-пылесос от компании iLife модель B50. Мы купили этот робот-пылесос на Алиэкспресс в разделе T-Mall еще в июле 2018 года за 6300 рублей. Начнем с комплектации. Помимо самого робота-пылесоса в кропке вы найдете зарядную док-станцию. Также в комплекте идет 4 щетки, 2 основные и 2 в запас, с помощью которых робот собирает мусор. 3 фильтра, 1 основной и 2 запасные, 2 микрофибры, которые крепятся на дно пылесоса, но еще как обычная трапочка для протирания пыли. И также вам достанется щетка для очистки робота. Для управления роботом-пылесосом есть вот такой вот пульт дистанционного управления. Приложения для смартфона, к сожалению, нет, поэтому все функции можно активировать только через этот пульт. Помимо всех вышеперечисленных вещей, производитель не поленился написать реально добротную инструкцию по эксплуатации, ведь тут не так все очевидно, как со смартфона. Пройдемся по размерам. Диаметр робота-пылесоса равняется 30 см, а высота составляет 8 см. У зарядной станции есть смысл сказать только о той части, которая выступает от робота при зарядке. Так вот, когда робот находится на зарядке, то общая длина равняется примерно 34,5 см. Поэтому рассчитывайте на это минимальное расстояние, если хотите спрятать робота, когда он находится на зарядке. С первым пунктом закончили, переходим ко второму, возможности этого робота-пылесоса. Как я уже говорил ранее, все управление роботом-пылесосом iLive V50 происходит через пульт. Всего есть три основных режима, автоматический, локальный и уборка по краям. А также есть возможность уборки по расписанию один раз в день. Первый режим автоматический. В этом режиме робот начинает убираться по всей площади квартиры. Когда вы запускаете его в первый раз, то у робота, естественно, еще нет карты квартиры в мозгах. Поэтому он просто начинает хаотично ездить по квартире, бьется об шкафы и стенки. По поводу ударов у робота есть специальный передний бампер, который смягчает удары при столкновении. Так что по этому поводу не стоит сильно переживать. После того, как робот составит карту квартиры, то впоследствии он уже не будет биться об стенки, а будет мягенько притормаживать перед ним. Это реально очень забавно. Как будто разумное существо ездит по квартире. В таком автоматическом режиме робот убирается где-то полтора часа до того момента, пока у него не начнет садиться батарея. Второй режим. Локальный. В этом режиме робот начинает накручивать круги в том месте, где он был активирован. Этот режим также является дополняющим к автоматическому. Например, робот находится в режиме автоматической уборки. Вы можете активировать локальную уборку, робот накрутит круги, а потом снова вернется в автоматический режим и продолжит пылесосить по всей квартире. Последний, третий режим. Уборка по краям. Я думаю, что здесь все довольно-таки понятно. Робота нужно расположить вдоль стены, активировать этот режим и он начнет пылесосить вдоль стен по всей квартире. Режим на самом деле ситуативный, я им ни разу не пользовался за все это время. По поводу активации робота-пылесоса. Если, например, случится так, что у вас по какой-то причине отсутствует пульт или он сломался, то на корпусе есть специальная кнопка «клин», при нажатии на которую робот перейдет в режим автоматической уборки. Иногда, кстати, легче нажать на эту кнопку, чем искать пульт. Вроде как рассказал про все основные функции робота-пылесоса. Их тут на самом деле не очень много, но, как по мне, много и не нужно. Потому что все-таки основная функция – это пылесосить полы в квартире. А теперь переходим к опыту использования. Во-первых, для кого робот-пылесос в принципе не подойдет. За другие модели не могу говорить, но про эту точно. Если у вас дома достаточно много проводов или на полу лежат ковры, у которых по краям есть что-то типа косичек, то вы просто будете геморроиться каждый раз при работе робота. Почему это важно? Щетки, с помощью которых робот собирает мусор, очень легко цепляются за такие вещи, как провода или вот эти вот косички на коврах. То же самое касается штор. За них он также хорошо цепляется и перестает пылесосить. Короче, все, за что робот может хоть как-то зацепиться своими щетками, нужно будет убрать, если вы хотите, чтобы робот нормально работал в вашей квартире и не застревал. Что касается обычных ковров, то есть без косичек и тому подобное, то с ними робот будет справляться хорошо. Он легко на них забирается и ездит также уверенно. То есть с небольшими препятствиями и с необычными поверхностями справляется достойно. По поводу тряпочки из микрофибры, которая крепится на дно пылесоса, можно ли ее намочить, чтобы помимо сухой уборки у нас также была и влажная? По моему опыту могу сказать, что нет, не стоит. Сам производитель также заявляет, что эта модель подходит исключительно для сухой уборки. Просто если вы намочите тряпочку, либо так случится, что она намокнет, то скорость робота пылесоса падает примерно в три раза и считайте, что эффекта от этой влажной уборки практически нет. Так что только сухая уборка. Что касается самого качества уборки, то я реально доволен тем, как он пылесосит. Вот столько у нас собирается пыли и волос, если пылесосить один раз в неделю. Это с учетом того, что в квартире живет три человека, собака и кошка. По краям и в углах он пылесосит хорошо, но не супер, иногда что-нибудь там может остаться. Также стоит учитывать тот факт, что если вы хотите, чтобы робот реально неплохо пылесосил, то придется поднять все стулья, миски животных, обувь с коридора убрать, то есть дать ему пространство. Когда у него есть небольшие препятствия, например, стулья на кухне, то качество уборки падает где-то в два раза в том районе, где эти стулья стоят. По поводу отказа устойчивости. Этим роботом-пылесосом мы пользуемся уже больше полугода, и за все это время пришлось только два раза чистить колесики, потому что они немного путаются в волосах и скорость передвижения робота снижается. Но это достаточно легко. Открутили, почистили и закрутили. Две минуты. Все остальное, включая щетки, тряпку и фильтр, я еще не менял. Поменяю только тогда, когда качество уборки снизится, а когда это будет, я не знаю. Ну, вроде как рассказал про все нюансы этого робота-пылесоса. Если у вас есть какие-то вопросы по его работе, то пишите в комментариях, я буду рад ответить. На самом деле робот-пылесос это реально крутая вещь. За три минуты подготовил ему площадку для уборки, если, конечно, нужно подготавливать, и поставил работать, а сам в это время можешь заниматься своими делами. Он все сделает сам, пропылесосит где нужно, и вернется обратно на вазу, вообще четко мне реально нравится. Главное, как и с любой техникой, нужно не забывать за ним ухаживать, и тогда он будет работать достаточно долго и хорошо. Если вы собираетесь покупать робот-пылесос, либо когда-нибудь запланируете, то в описании под видео я оставлю ссылочку, где можно заказать конкретно эту модель, которую я обозревал, а также другие модельки, но от этого же производителя. А также не забывайте пользоваться кэшбэком при покупке в интернет-магазинах. Если вы еще не зарегистрированы, то все ссылки есть в описании. В общем, если у вас есть какие-то вопросы по работе этого робота-пылесоса, то смело пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. А также пишите просто ваши мысли по поводу всей этой умной техники. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.